МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За этот час наладжено тесное сопрацовничество у экономицы, эдукации и культуры. Вектор дальнейшего двубакового развития обмерковали за круглым столом. Даже только за минулый год товарооборот помеж областным центрам и Китаем склау больше 43 миллионы долларов. Однако экспорт с Гомеля на сегодня практически в два раза меньше, чем импорт китайских товаров и, по слуху, наш регион. Гастям с Поднеобесной пропоновали наведать шарах предприемства, у сирот яких Гомельский мясокомбинат и кондитерская фабрика «Спартак». Яныш свою шаргу приняли пропонову и выказали готовность усталевать экономичный баланс. Уже 19 лет нашему сотрудничеству. Оно складывается очень удачно. В дальнейшем планируем развивать экономические связи, образование и другие сферы сотрудничества. Сирот городов, який у першыню накировали удельников на Гомельский экономичный форум «Харватский риеки». С делегацией провел встречу старшиня Гарвыканка Мапетр Кирышенко. Знайомство прошло так само за круглым столом, або два боки выказали свое меркование о перспективных направлениях супрацовництва. Сирот их – экономика, туризм, медицина и охованного кольного сиротия. Вырешено, что празд два ты дня Гомель с визитом у отказ на веды Харватую и в год кем часе будет подписано погоднение в супрацовництве. На яких позициях яну буде засновано, вырошить выучение хорватами секции экономичного форума. Поскольку наш первый визит, мы можем сказать, что мы открыли только двери впервые. И, конечно, я надеюсь, что это будет сначала на уровне городов сотрудничества, потом на уровне предприятий, каких-то компаний разных сфер. Тем часам у Гомельским абл-выконками сегодня прошла с устрыши наместника старшини Владимира Горбачева с делегацией провинции Хомс Сирийской Арабской Республики. Перш за усе, гости выказали намер наладить связи с будовнейшей сферой Гомельшины. Зараз идти активное обновление Сирии, разборанное подчас военных действий. Основную шаску будовнейших работ планують провести в ближайшие два годы. Перша черговая задача – обновление жилевого фонда и промысловости. Сирия мает потребу у профессийных проектировщиков, якими бачить минавитых гомельских специалистов. А кроме того, сирийский бок затекавлены и употребцы по узведению самих объектов. Почас работы Международного экономичного форума гости Сирии ознаемятся с секциями будовнейшей сферы, а так само наведают шерох предприемцев гетага на керунку. В дальнейшем мы хотим восстановить Сирию. Надеемся на хорошее сотрудничество между Сирией и Белоруссией, между правительствами и народами. Для нас такое сотрудничество – это одна из основных возможностей восстановить то, что разрушено. У рамках 13-го экономичного форума у Гомеля сегодня проходит Международный чемпионат молодь и предприемательства. Его удельниками стали около 150 студентов из Белоруссии, России и Украины. Что привабливает их в этом чемпионате, ведает Олег Сентяров. Программа молодь и предприемательства действия с 2003 года. За этот час ее удельниками стали около 40 вышедших на учебный установ из Белоруссии, России и Украины. Сегодня у Гомеля приехали 19 команд. Есть до речи и еще одна команда, которая находится в Гомеле в статусе назиральника. Одна из гродинских школ вы решила таким чином долучить наученцев до подприемательской деятельности. На международном чемпионате молодь и предприемательства соправдаются, чему получиться. Правда, непосредственно в проведенных проектах команды удельницы до початка презентации ничего не рассказывают. Чемпионат – это с поборництва. Отбор проекта предварительно не ведется. Это секрет. Студенты, которые приезжают, репетируют заранее, и они даже репетируют одни, чтобы никто не видел. Всегда сюрпризом является то, что представляется на сцене в день чемпионата. Международный чемпионат молодь и предприемательства проходит в рамках Гомельского экономического форума и заявляется практичной реализацией державной программы «Малое и среднее предприемательство в Беларуси». Этот сектор в последние годы оказывает все больше значный вплыв на агульную ситуацию в экономике, а тому и увага до его повышенная. Сейчас, до речи, только на Гомельщине зарегистрировано около 40 тысяч предприемательников. Есть очень удачные примеры, когда эти участники чемпионата перешли в бизнес и уже реально занимаются своим делом. Для нас это очень важно, потому что цель – роль бизнеса и доля в внутреннем продукте, доля в уплате налогов в бюджет, конечно, в бизнесе малого растет. Я могу привести цифру. Вот за прошлый год доля налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса составила в нашей области 23%. Это очень хороший показатель. По великим рахунку, Международный чемпионат молодь и предприемательства – это плясовка, на которой энергичная, амбициозная и креативная молодь презентуя свои распроцовки для студентов, эта махчимость – найти место працы, прац-демонстрацию своих махчимостей, а так само пошук инвесторов для реализации проектов, для предприемательников ознайомления с цикавыми для бизнесу идеями и потенциалом будущих работников. Чемпионат как раз один из немногих, где с каждым годом профессионализм выступлений растет от года к году. И я вижу, что эти студенты, которые в этом году, точно знают, куда им надо идти на работу. Олег Синчеров, Валерий Гопанько, Телерады, компания «Гомель». Сегодня пошла працовать 17-я международная выстава «Весна у Гомеля» – одно из самых знашных и масштабных экономичных мероприемств у областного центра. Все лето выстава изменила место своей дислокации и поширился из спис у дельников. В этом году «Весна у Гомеля» разместилась укрытым катком на Рычицком проспекте и заняла довольно значная площадка вокруг его. Уся около 5,5 тысяч квадратных метров. Свою продукцию на выставе проставили больше, как 300 у дельников. Сирот их предприемства и организации из всех областей краины замежа. Цикавость до выставы выказали 20 делегаций из 12 краин света. На стендах проставлено практически все. Продукция харчовой промысловости, будовництво, послуги туризма и отпочинку. «Весна у Гомеля» – добрая махчимость в простоне комбинации. Бизнесу показать себе, знайти ольчинных и замежных деловых партнеров. И в этом году очень радует впервые за много лет. Я услышала вот такое предложение от наших партнеров. Все просили, пришлите, пожалуйста, перечень предприятий, кто находится на выставке, и в список гостей, которые к вам приедут. Для нас это говорит о том, что есть интерес к проведению деловых переговоров. Они хотят провести переговоры как с теми предприятиями, которые представлены на выставке, так они хотят встретиться между собой. И бизнес, и дипломатические круги. Под открытым небом разместилась выстава техники, а побольше свою продукцию представляют рамесники. В рамках выставы тут проходит республиканское свято-майстро «Хумельская весна». Больше, как 200, майстро с Белоруссией, России и Украины представляют уластные выробы. Организаторы означают, что хотели продемонстровать гостям нечто свое, аутентичное. Но вот у якости подарунку для официйных особ выбрали талерку в творчестве гумельской керамистки Ирыны Гаурленко. На этом выробы народные мотивы, снятые аутором со знакомитых ветковских рушников. Занимаюсь около четырех лет. Какая-то внутренняя потребность, нечто создавать своими руками. Безусловно, нелегкий процесс. Тем более, что я работаю по самым древним традициям, как когда-то наши предки создавали полностью руками без гончарного округа. Просыгать выстава будет до 21 мая. В Ольга Вальшенко, Максим Славин, телерадуя компания «Гомель». Сегодня означается одно из самых яскравых свято белорусской пионеры – День пионерского сябровства. С этой нагоды во всех районах Гомельской области проходят урошистые мероприемства. На Аллее Героя у Гомеля коляд 400 человек, наученцев школ Центрального района, пополнили широкие белорусской республиканской пионерской организации. И они стали октябратами и пионерами. После принесения клятвы хлопчики-девшинки отрымали символы приналежности до организации «Знашки» и «Гальштуки». Сегодня в этот день пионерской дружбы я стою пионером. Этот день для меня очень волнительный. И я желаю будущим пионерам быть примером для младших товарищей. У Гомельской области у широких белорусской пионерской организации коляд 90 тысяч человек. По всей Краине больше, как полмиллиона. У организации шмот добрых традиций, которые склались еще в советский шанс. При этом она является открытой для любых пропанов и инициативу. Пионерская организация тоже развивается вместе со всем миром, шагает в ногу, скажем так. И сегодня мы также активны в интернете. У нас есть и сайт. Мы достаточно активно представлены в социальных сетях ВКонтакте. Пионерская группа Гомельской области называется «Пионерия Гомеля». Мы приглашаем всех заинтересованных, которые просто интересуются нашей деятельностью, а также всех пионеров, вступить в данную группу и следить за нашими новостями, в том числе через группу. И в группе, к слову, можно также высказать свои пожелания, идеи. Готовы и другие новости вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено в студии працвала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова